Вот так вот. Дальше. Будем искать дальше. Кстати, инвентаря у меня никого нету. Все дела. Почему она закрылась, во-первых? И, по-моему, я не здесь заходил в эту дверь. По-моему, не было такого коридора. Или был? Нет, тут я не был. Что за лажа? Дро, молния, стаканчик. Что это такое? Трубочки. Прикольная у него коллекция трубок. Типа для гостей, да? Если припрутся, покурить. Открой-ка в занавески. Хромой ты, мой дружбан. Не откроешь, да? Фонарей нет никаких. Нифига нету. Хотя здесь лампы. Все? Почитать можно даже что-то? А ну-ка. Почувствуйте вашу вторую половинку. Восстановите отношения. Верните радость в ваш брак. Разожгите пламя. Не бойтесь, вы не один. На телевизионных экранах отношения кажутся идеальными. Но мы-то простые смертные знаем. Идеальных людей не бывает. И знаете что? Ничего страшного. Многие влюбленные пары день от дня борются за отношения. Но в этом нет ничего особенного. Над отношениями нужно работать. И мы в этом вам поможем. Наши консультанты лучшие специалисты в своей области. Они помогут вам найти источник проблемы и постепенно его устранить. Обычное недопонимание. Проблемы с деньгами. Две противоположные личности. У любой проблемы есть решение. И помните. Никогда не поздно. В общем, ясно. Никогда не поздно. Уйди нафиг. Ладно. От мужика ушла жена. В общем, тут веселого нечего. Что нету? Да. Дождик продолжает бушевать. Давай как-то залезь. Ёперный театр. Нет. Я передумал залазить. А то меня еще пополам разрубит. Вот же он переключатель-то был. Вот он и был. Где? В общем, эту картину мы уже обсуждали. Мне она понравилась очень. Я бы себе дома такую повесил бы. Прям над гробом. В котором бы спал. Тут вообще картины такие. Слушайте. А мне это нравится. Мы тут каждый раз выходим в разные двери вообще. Заходим в дверь, выходим хрен откуда. Мужик, у тебя проблемы. Ты морфинчиком не балуешься, нет? Эту фотокарточку мы еще не видели, да? Не вертится? В общем, это его, наверное, жена играет на рояле. Да? Да уйди. Что? Не вздумай выключать. Хотя, мне кажется, что в один прекрасный момент меня могут попросить выключить свет. Типа, ну придется выключить свет по заданию такому. Уважаемые господа, мы вынуждены мягко, но все же строго попросить вас не обращаться ночью на повышенных тонах. Не общаться. Ваши проблемы в браке, хоть и заслуживают сожаления, но все же являются вашим личным делом и должны таковым и остаться. Они никоим образом не касаются нас и тем более наших детей. Пожалуйста, имейте в виду, что не каждый работает свободным художником. Некоторым, чтобы зарабатывать на жизнь, надо рано вставать на работу. Нам всем нужен сон. Также предупреждаем, если вы продолжите в том же духе, что и сейчас, мы будем вынуждены вызвать полицию. С уважением, ваши очень уставшие соседи. Очень не выставшиеся, а очень уставшие. Нет, ну это, конечно, все понятно, они мешают людям. Но какого хрена они вмешиваются в личную жизнь? Хотят попсиховать, так пускай попсихуют. Милые бронятся, только тешатся. Еще одна картина, которая бы заняла почетное место с другой стороны от той. Опять-таки над моим гробом. Если бы таковое у меня было в квартире. Так. Это наш еще один кабинет? И опять за мной двери закрываются. Почему? Ха, сука! Так, этот бюстик, этот бюстик похож на... Не знаю, на кого он похож. Вроде на кого-то похож. О, а этот на Гоголя похож. Только не такой носатый, и морда какая-то на него такая грустная. Хотя Гоголь печальным был мужиком тоже. Мама родная, 8, 5 и 4. 4, 8, 5, в общем. Это было зачетненько, ребята. А куда мне эти 4, 8, 5-то всунуть, собственно? Я там ничего не могу видеть, да? Ничего. А здесь, а? Опа! Тюбики. Нормально. Не подумайте, это я в прошлый раз ошибся. Это ни хрена не краска. Это просто тюбики с жрачкой. У него друг космонавт просто. Сувенерные тюбики. Он его уж топчет. Что пишут? Приглашение. Имеют честь пригласить вас отпраздновать их свадьбу в субботу. 9 июня в часовне Святого Луки в 2 часа дня. Имеют честь. Так, а здесь нельзя, да? Ничего. Не, ну это все хорошо, конечно. А, вот какой-то. Голоса какие-то пошли. 4 там было. 8. Да, блин, 8. 5. О! Лихо. Я решение нашел в загадке еще до того, как нашел. Что говорит? Путь лежит назад. Присмотрись. Посмотри ближе. Только мысль, что на самом прекрасном произведении искусства не от моей фамилии, убивает меня. Куда оно делось? Так ты выйдешь за меня? Я? Нет. Слушайте. Прикольно. Мы такое уже кольцо находили. Это у него что? Запасное обручальное кольцо. Это так неинтересно. А подождите, там что-то написано на нем? Нет? Ничего на обратной стороне? Было бы прикольно, если бы они где-то бросили это кольцо, да? И здесь бы напечатали 4, 8, 5. Ну так тоже круто. Это эффектно было. Я чуть не обделался. Киран. Слушайте, эта дверь была вообще здесь? Или нет? Кресло-качалочка качается. Здорово. И опять за мной закрыли дверь. Меня боялись закрытых дверей еще с этого саутласта. Так, ладно, давай, открывай. Здесь опять-таки, что пишет? Ты прокралась в мою мастерскую опять. Последний раз, говорю тебе, нельзя заходить в эту комнату. Даже если дверь открыта. Я это запретил. Это твое последнее предупреждение. В следующий раз тебе придется искать новую работу. Попопи дам. Все, пошла нахер. Открывайся ты. Что это? На полную давай открывайся. Что там пишут-то? Что-то написали. Да хватит качаться! Сука, ты меня нервируешь. Да ты меня нервируешь, тварь! Ё-моё, оно все обрисованное. И естественно, я подошел, и оно сныло. Сейчас отойду, будет качаться снова. Чуть сердце не стало. Это я жопой, блин, закрыл это самое. Ногой, культяпкой закрыл шкафчик. Кошмар. Слушайте, ну это козырная игра. Знаете, чем она, чем вот она берет? Большинство игр, таких как Outlast и там всякие. Блин. А, показалось. Как Outlast. Проклятие Blackwater. Ну и вообще, большинство, которых я играл в хоррорах, они все в серых тонах. Там преобладают серые, тусклые тона. А здесь видите, как красочно. Чего стоит этот огонь только? Что, покрутить можно? И в ту сторону? И этим оно подкупает. Ты никогда не ждешь, откуда тебя настигнет жопа. Ну, по идее, здесь должно было быть бухло, но он что-то решил нормальный глобус поставить. Глобус. Да хватит уже вертеться. А где здесь у вас свет-то включается? Вот же лампы. Чего-то они как-то тускло светят. Возле двери есть переключатель? Нету. Опять закрыто, да? Слушайте, я совсем не отсюда приперся, конечно. Ну ладно, мы еще тут посмотрим. Я сказал, мы посмотрим. Подушку он уперся, главное. Что это такое за натюрморт? Ядрё на вошь! Посмотрел называется. Надо было рулить назад. Надо было рулить назад. Ой, что-то мне кажется, что она не линейная эта игра. И я, как всегда, в лучших своих традициях достигну мышь в пыли, даже в моих лёгких. Мыши в пыли, даже в моих лёгких. Грязнь от уродливых грызунов. Её всё время много. Да хренеть. Хренеть просто. Ё-моё. Короче, я, как всегда, достигну самой дерьмовой развязки. То этот наш дружаня, одноногий, лишится второй ноги и головы тоже, собственно. Так, типа, спокойно, да? На самом деле, нихера не спокойно. Сука. Мужик, ну ты чё? Чё ты меня так пугал, а? Я не понял. Охреневший просто. Всё восстановили? И что, написали мне? Дайте прочту. Так, любовь моя, пусть ты ещё не родилась, я уже чувствую, что ты рядом. Это просто поразительно. Поверить не могу, как же мне повезло. Год назад всё, что у меня было, это таланты и амбиции. А теперь, наперекор всем невзгодам, у меня есть карьера. Любящий муж и ты. Я всегда была чужда религии. Наверное, то, что другие ищут в проведении, я нашла в совершенствовании собственного искусства. Но теперь мне всё чудится, что за мной присматривают высшие силы. Однажды мне сказали, что я ни за что не стану известным музыкантом. Теперь же я выступаю с концертами на самых престижных сценах страны. И они проходят с аншлагом. А ещё говорили, что у меня трудный характер. И что я никогда не найду свою половинку. Не угадали. Наконец, однажды врач сказал мне, что у меня никогда не будет собственных детей. И вот он ты во мне. Наверное, я самая счастливая женщина на свете. Я так тебя люблю. И я знаю. Молодец. Ты любишь своего ребёнка ещё нерождённого. В общем, парочка у них. Козелта-ударочка. Этот. Что я опять что-то разломал. Художник и пианистка. Коса на камень и всё такое. Ладно, валим из этого погреба. Я должен из него выйти. Я уже вижу каменные стены. Прохудилась эта утепляющая их перегородка и всё. Так, рычажок, да? Ну давай. Хлобысь. Ой, как же страшно ты отодвигаешься-то, а? Крепит. Жуть какая. Тут мы уже были, да? Да. Точно. А тут была другая картина. Братишка, ты не видел тут этот кукла висела? Ну и что смотришь? Пошёл в задницу. Не хочешь со мной говорить? Я с тобой не буду говорить. Что тут у нас? Есть ещё эти тюбики со жрачкой? Нету? Ну поговори со мной, что ты смотришь. Глаза смотри. А он следит. Он точно в глаза и смотрит. Он следит. Гляньте за этим взглядом следящим. Ёханый мамай. Как оно меня пугает. Надо линять отсюда. Так, тут кто-то выбил. А я могу что-то сделать здесь? Нет? Ой, тут смазались все рожи. Типа они двигаются, что ли? Охренеть. Твою маму! Как это она прыгнула? Типа закрасьте глубоко... Глубочайшая ложь? Живопись. Ага. Живопись, глубочайшая ложь. Так, а что тут такое? Поверни слегка налево. Эротика? Да. Вот так. Именно. А теперь забри на мгновение. Я хочу правильно передать прекрасные формы твоего тела. Не, ну это все красиво, конечно. Но я так понимаю, это волосы ее, да? И вот это тоже волосы. Только это волосы с головы или... Ну, я не знаю. Собственно. Наверное, с головы хотя. Мало ли. Ой, ты вообще жесткий тип. А тут что-то есть? Блин, это игра капец пугающая. Так, и как всегда закрылась, да? Проверять даже не буду. Она 100% закрылась на замок. На огонь, говорю, закрылась. Опа! Какой тут? Вот я же говорю, красочность все. Опа. Что тут пишут у нас? Пищащие поджигатели. Эхо криков. Они ни перед чем не останавливаются. Я так просто не сдамся. Я так просто тоже не сдамся. Прикольно. В общем, проблема у него с вредителями. Надо в санинспекцию заново звонить. А чё так громко-то, а? Пищишь ты, слоняра. Ё-моё, ты опять сейчас бегать здесь будешь? О, рюмочка. Рюмководки на столе. Да. Так, хватит двигать уже мыши. Сейчас уже крысы мне перестановку у мебели сделают. Как они отсюда постоянно из этого ведра выбегают или что? Опа! А! Твою мать! Сука! Почему? Это было страшно. Там ящик, но я не могу ничего с ним сделать. Огонь погас, эта тварь появилась. У меня же волос на затылке дыбом встали. Это всё лепс. Это всё суча и лепс. Зачем я вот это вот озвучил? Нельзя. Нельзя расслабляться в этой игре. Нельзя. Совсем. Так, ну что? Тут больше ничего нету, да? Королевство кривых зеркал. Тут кто-то ползёт из этой картины. В общем, одну руку вывесил. Женскую причём, по-моему. Хотя не уверен. Ладно. Что это такое? Далека показалось, что лютня. А на самом деле это коробочка для шляпок. Ладно, валим из этой комнаты. Что это? Я всё ломаю. Валим отсюда. Я могу свалить, да? Опа! Мне корреспонденция пришла. А чё так мало-то? Я что, всего месяц дома не был? Нельзя даже прочесть, что там такое? Горящая свеча за занавеской. Да вы что? Это же жутко огнеопасно. Где мой табельный огнетушитель? И опять-таки ни хрена не видать. А внизу тут нет? Шкафчиком нет? Ладно. А, вот остальное. Правильно. А чё это вы на пол кинули? А вдруг я прощить захочу? У меня нога больная. Я нагнуться не могу. Стуки издеваются надо мной. Что тут такое? Коробочка какая-то не открывается. Да не то ты. О! А здесь что пишут? Привет. Что касается твоего предыдущего письма. Я уверен, волноваться не о чем. Женщины после родов становятся странными. Гормоны шалят и прочее. Когда у нас родился первенец, помню, Валери совсем поникла. Я спрашивал, что она хочет поесть на обед, а она тут же начинала рыдать. Просто будь рядом, я уверен, все наладится. На этом все. Я знаю, я обещал тебе никак не торопить, наслаждайся заслуженным отдыхом. Просто знай. Ко мне поступает куча звонков. Комиссионные раздают направо и налево. Ты просто нарасхват, мой друг. Может, стоит начать ковать железо, пока оно горячо? Но семья, конечно, превыше всего. Ваш друг и агент Томас Калдвелл. Калдвелл. Все. Калдвелл, ты, конечно, молодец, дружанья. Но семья действительно превыше всего. Поэтому пойду-ка я найду жену свою. Или она совсем от меня ушла? Кто плачет? Женушка, ты плачешь? Я сейчас чувствую кирпичи на подходе. Вы знаете, вот реально. На подходике. Закрыто, да? Что это такое? Привет. Нам пора поговорить тебе, не кажется? Да, кажется, я тебя ищу. Я так много раз видела тебя в своем доме, но никогда не решалась так вот взять и подойти. До сих пор. В смысле? А как вы ребенка сделали? На расстоянии, блин? Ну, здорово. А не открылась после этого дверка? В общем, если эта жена написала, то мне остается вопросом, как они вообще додумались сделать ребенка Аким Макаром. Там страшно. А здесь закрыто? Вот такое. О, да. Я надеюсь, она жива. Типа просто валяется у него в ногах. Слушайте, это он? Нет? Не он. Он на Линкольна похож на молодого. Месси, Пушкина и Линкольна даже скорее. И две девочки сидят такие. Типа, мы не при делах. Так, что у нас тут? Паприка, как всегда, да? А где орегано, ребят? Там еще орегано должно быть. И этот, сахар. Без сахара никуда. Что это такое? Это что-то типа винного пуглина. Не винного, а просто пуглина. А может и винного. Нет, это какие-то эти. А вот оно, орегано. Орегано вам видно? Не видно. Орегано вот стоит, я же думаю. А я его ищу. Все в порядке, орегано. Как можно вообще уже топтать эти бутылки? Хватит. Мужик, хватит топтать. Да что здесь они поразбрасываются? Ну понятно, понятно. Все, ты все. О, чесночок. Ну значит от вампиров предохранились. Все нормально. Так, а здесь у нас залито все. Соседи, суки, затопили, да? Ничего себе. Я каким-то хером приперся на кухню обратно. Шарить по этим самым или не стоит? Ничего же, наверное, здесь нету. Заметили? Я вообще ничего не делаю, фактически. Я просто тупо раскрываю историю. И знаешь... Чего, блин? Они с картины посыпались? Да что за херня? А что они сразу сгнили? Нифига себе. Открывай! Ну открывай! Нет! Нет, не входи, сука! Твою мать, возьми нож. Возьми лопату. Это щипцы. Возьми хоть что-нибудь. Да нахрен. Сука, это опять эти долганные бутылки. Ё-моё. Сучары. Что? Что здесь может быть? Здесь ничего не может быть. А здесь? Здесь банка синьки. А что это такое? Жопа крысиная. А ну-ка. Рубленные мыши, мохнатые хрупкие тушки берут меня на измор. Вечно будто с чумой. Ё. Что-то я вообще не понял. Он что, мыши консервирует? Там в банках были мыши, он их паприкой и орегано посыпает. Это был бы пер... Сука! От... Мать твою так. Это кирпичи, кирпичи сыпятся, слышите? Зрена воша. Чё делать-то, ребят? А, это овощная база. Охренительно. Я вообще в шоке. Что такое? Сначала искал холст. Необычный холст. И надо было найти нож. Не тот, который режут бритвы. Нужен был острый, как бритва. Так что я в конце концов взял бритву, а потом осторожно срезал кожу. Выпивка помогла мне. У меня дрожь в руки. Блин, она еще ишь блестит. Какая жуть. Я ее взял с собой. Он что, из нее будет делать? Картину рис... Чё, чё за нахер? Да что такое? А, это я так... Закрываю жопой дверь и опять. Так, что случилось? Так, наверное, отсюда надо сваливать. Это овощное танго меня добьет. Все, пошло в жопу. Ух, да. Валдис Пельш был бы рад такому овощному танго. Что тут у нас? Открывайся. Следующая. О, это наш фотоальбомчик. Я эту фотку видел. А там еще одно я видел. Что, прочесть можно? Любовь моя, пусть ты еще не родилась. Это я все это же... Эй, подождите. Это дневник жены, типа, да? Я аж думаю, что это жена пианистка. Да давай листай дальше, что там еще есть. Он пустой, практически. Я нихрена не нашел. Обидно, а? Ну, хоть что-то. Нет, я ничего не нашел вообще. Два, и это вообще очень мало. Что такое? Мыши в пыли мы уже... А, это, короче, моя комнатушка, да? Я здесь всегда буду появляться возле этого мольбертища. Ненавижу даже сейчас потерянным. Ты это заслужил, закончи ее. Как ее закончить-то? Я немножко накалякал тут. Она стала живой, да? Нет? Не, ну так бы я нарисовал. Что это за две кокулечки какие-то такие, за руки держащиеся? О! Первая открылась, что? Да-да-да, это мясцо. А прочесть что? Сначала искал хост... А, понятно. Что? Дыши глубоко, помни. Ты профессионал. Всего несколько первых мазков. Потом можешь напиться в стельку. Что в этом сложного? Охренеть. Я не вижу ничего в этом сложного. Просто вот охренеть и все. И не встать. Ужас какой. А что тут у нас? Могу ли я? Не могу ли. А вот эту ручку покрутить ли? Не покрутить. Опять в эти двери, да? Так. Все? Ну все, все. Нехер рыпаться. Поздно клава пить боржом. Тут Вайл лежит, да? Тот, который Оскар? С Дорианом Греем? Ну? Лифт. Хорошо. Зашли мы в лифт. Что дальше? Чик, черик. Красное. Что значит красное? Типа. Типа. Нехер рыпаться? Да закрою до конца. Нехер типа рыпаться, когда двери открыты. А то голову трубить можно. А может надо было налево повернуть? Типа вниз поехать? Да что такое? Видали? Видали? Это следующая серия кирпичей на подходе. Типа здесь посидеть можно? Или чашечку поставить? Или что? Жуть какая. Пошли. Ох, мужик, одноногий. У тебя житуха сложная вообще. Понятно. Что это за ваза? Династия Бдзинь? Бдзинь, может быть, даже. Ясно. В общем, понятно всё. Ага. И... И всё, да, я приплыл. И была закрыта вообще-то. Что это за комната такая? Зал славы маньяков. Так, ключик мы какой-то взяли, да? Это всё тот же муж, который бьёт ногой жену. Уважаемый господин, я понимаю, что вы расстроены. И сочувствую вам и вашей супруге. Но я должен категорически заявить, что не желаю в дальнейшем получать от вас по этому поводу письма. Пересадка кожи – процедура невероятно трудная и неизбежно связана с риском неудачи. Заявляя подобное, я уверяю вас, что я и мои коллеги из Святой Анны приложили все усилия, чтобы гарантировать положительный результат для вашей жены. Лично я считаю, что мы сделали всё возможное. Если брать в расчёт степень повреждения тканей, вы, конечно, имеете право на собственное мнение. И я понимаю ваше разочарование. Чего я не понимаю – это как в исправлении данной ситуации могут помочь ваши гневные письма, которые вы шлёте мне и моим коллегам. Как я уже сказал, я представляю, какой стресс вам пришлось пережить в недавнее время. И потому не буду выдвигать против вас обвинений. Если вы воздержитесь от любой дальнейшей переписки, конечно же, естественно, я прямо вам заявляю, что не потерплю дальнейших угроз по отношению к моему персоналу, семье или ко мне самому. Если захотите прибегнуть к помощи психолога, мой ассистент даст вам адрес нескольких специалистов, которые помогут вам пережить это трудное время. С уважением и наилучшими пожеланиями вам и вашей жене. Уильям Х. Грин, доктор медицинских наук. Нет, это не хаос. Это был Грегори. Этот Уильям. Я какой, а? Что же случилось с женой? Она обгорела, он ее сам порезал, а она себя сама порезала. Дети что-то сделали. Я не здесь вышел-то, я там вошел. Так. А здесь все остальное закрыто, да? Ой, тут была тумбочка как-то. Украли. Как страшно жить, а? Так, ну погодь, погодь, я здесь еще не походил. Только не закрывайте двери за мной, а? Почему остановилась? Чудесная мелодия. Дорогая, прошу еще немного. Только дорисую вот эту часть. Ну, не заставляй меня умолять. Жесть. Пистачок. Ммм, дорогая, ты пятнами пошла, кажется. У тебя это, пятнистая болезнь. Ладно, все ясно. Давайте-ка валить отсюда, вам нахер. Быстрым шагом, да? Там мы, оттуда мы приехали. Эй, ну открывайся. Это на чердак? Что такое? Там закрыто все. Там уже пожар, что ли? По звуку так точно. О, Везувий разбушевался. Мне надо более быть внимательным, а то я фоток так не найду здесь жены-то, своей женушке-жены. Для ее фотоальбома. Хотя я одну фотку еще находил, но тут фотоальбом, она не вклеилась. Ого! Так мы горим? А как тут вообще весь дом не загорелся, а? Что это такое? Есть огнеупорные доски здесь, да? Я же провалюсь. Отпол. Или в этом и суть? Как же так-то, а? Горит, все горит. Опа. Тирасия? Твою мать, да заткнись ты! Плохая куколка. Кошмар. Так. Ага. Все, и закрылась, да? И закрылась сразу же. Что тут такое у нас? Что это? Предупреждение. Следующий список представляет собой собрание наиболее распространенных симптомов шизофрении. Несмотря на то, что обычно такой диагноз ставят в возрасте 15-25 лет, известно, что расстройство также может затрагивать пациентов старшего возраста. Обратите внимание, что данные симптомы характерны не только для шизофрении и не должны никоим образом рассматриваться как безусловное доказательство данного недуга. Чтобы получить точный диагноз, обратитесь к квалифицированному специалисту, например, к психологу или психиатру. Бессмысленное выражение лица, взгляд в никуда, да. Непроизвольные движения мышц на лице, да. Бессонница, никогда не замечал. Странные жесты и поза. У меня всегда такое было. Неспособность получить удовольствие от деятельности. Депрессионализация. Что это вообще нахрен такое действительно? Неуклюжее, несказанное, нескладное движение. Может из-за несчастного случая? Да, я же одноногий. Склонность к гневу. Раздражительность скорее пассивно-агрессивной. Да ты скорее фолигматик. Вообще никак не реагирует. Недостаток мотивации. Да, ситуационные наклонности. Что? Типа, что? Какие нахрен наклонности? Ситуационные? Закройся. Я тут шкафчик не отпустил. Ой, ведро нашли мусорное. Плоняра! Как? Как же? А, там есть щель? Ну ладно, а то я думал, как в прошлый раз в костер, она в стенку убежала. Рысюк этот убежал. Так, мы сюда не пройдем ни разу, ни хера, да? Make up your mind. Типа, определись, да? Определись же ты, это в конце концов. Быть тебе или не быть? Вот в чем вопрос. Да что такое? Здесь, может быть, карточку можно откуда-то вытянуть, фотокарточку, я имею ввиду. Нет? Все аж прошерстил, ничего нигде не наводится. А тут что-то писали, нет? Банан уже пятнами пошел, он упортится уже. Да, мадмуазель. Что такое? Ничего. Тут есть свет где-то включается? Мадам! Кем бы у нас вы могли быть? Здесь какие-то, в общем, бумажечки, вся фигня. Глобус опять-таки вертится хорошо. Да ну перестань-ка. Что это такое? Это моя ордена. Прячь, пускай будут. Никому не показывай, а то еще украдут. И перепродадут, блин. Так, ну в прошлый раз мы подошли к костру, была жопа. А в этот раз все нормально. Что-что? Ага. Давай, фотография. 9 на 12. Ну блин, ну нет фотографии, да что такое? Что ты будешь делать, а? Где их найду тогда? Вот это стрёмно. Он... Ё-моё, он ест человека. Охренеть. Пошли отсюда, вы нахрен. Твою мать, что это было такое? Фука. Видали? Это гнида это сделала. Что? Сука, ты тварь. Что такое? Падла, это ты все учидил? Признавайся. Козлина. Козбек. Ну что ты мне хочешь сказать? Что? Что ты мне скажешь? Тварьюка такая. Ладно, уходим. Эта комната немножко разрушилась. Чуть-чуть совсем. Расхерачилась. А что это у нас такое тут? Сейф-сейфыч? Я вообще не грибу, в какую сторону поворачивать. Ну? Подожди ты. Медвежатник из меня знатный, конечно, да? Заметно? Не, надо, наверное, найти подсказку какую-то, потому что я же его хрен взломаю. Или попытаться. Что он сначала в одну сторону крутится, а потом начинает в другую крутиться, а? Да что такое? Ну, ну и что? Ту-ка как по нервам клацает, а? Пошло нахер. Может мне еще предстоит его взломать? Конечно. Быть может. Дядя с перекошенным лицом. Погодите. А туда лучше, Никита. Правильно, свет зажги. Вот. Ух. Все? Все, я больше не подойду, никак. Никаким хером. Не знаю, может там был код где-то, но я его профукал. Да-да-да-да, часы, часы стучат уже по нервам. Ладно, ребят, что это было? А, это ничего страшного. Будем, наверное, закругляться в этой комнате. Посмотрим, чем порадует нас эта игра в следующей серии. В этой была масса приколов. Если первая была такая, знаете, вот, все так простенько. Там, ну, рояль сломался, и то я ж по нем клацал. Я этого приблизительно более-менее ждал. А тут такое. Ну, это просто, да, это порадовала игра. Очень порадовала. Просто зачет. На этом все. Всем спасибо. Вы знаете, как меня поддержать. Подписка, лайк, коммент. Не забывайте про полезные ссылки в описании видео. Делитесь всеми с друзьями. И ба-бай.